Гости. В первые новогодние дни на Гомельщине лазятся сотни мероприемств для детей, которые так ждут сюда. В оси сегодня в допоможную школу-интернат, которая находится в Лукове Гомельского района, завитали с подарками сябры. У их лику наместник старшины Белтелерадо-компании Сергей Гусаченко. Как сустракали гостей, хлопчики и девчинки, назирали наши корреспонденты. Наши дети. Доброчная акция протягивает свое шестья по разных куточках краины. И по усюлье и удельнику чекают яны, наши хлопчики и девчинки. Так, минавито наши. Не только по назве акции. Так, повинна быть на сам речь. Няма чужих. В Луковской допоможной школе-интернате зараз 116 выхованцев. 90 из них сироты, альбуты, кто застался без опеки батьков. Самому маленькому – 4 годы, самому дорослому – 17. И все яны ведут, что загаданное под Новый год жадание обовязково повинно справиться. Некоторые дети доредше писали листы Деду Морозу. Нехто – одразу некольки. В первом письме я написал плеер с наушниками и, наверное, этот спортивный костюм. Во втором письме я написал СД-карту с музыкой и рюкзак для школы. В третьем я написал школьные принадлежности. У Вогуля Мара дети об самым простым. Об тем, что при жадании может легко здействовать каждый необыяковый человек. Дети хотят в своих желаниях обычные детские подарки. Это куклы, это машинки, это диски, это фильмы, это красивое платье, это модные костюмы. Вот это то, что хотят наши дети. И мы надеемся, что Дед Мороз и Снегурочка в канун новогоднего праздника их желания исполнят. Бил Телерадо и Кампания – дауний сябр у Луковской школы-интерната. Дети – в прямом сенте подопечные медиахолдинга, керавництва якого за все дыведы, яких подарунков тут шакают больше за все. Так, на этот раз, кроме солодких сюрпризов для выхованцев, из Минска привезли великую холодильную шафу. Такая техника тут была вельми потребная. Школа-интернат, ну так принято говорить языком официальным, является подшефтным, в общем-то, нашим учреждением, да. Но если говорить языком неофициальным, конечно, мы здесь бываем чаще. Конечно, мы стараемся следить за жизнью школы, помогаем где-то и сделать какой-то ремонт. Вот сейчас мы ходили, мне показывали новый кабинет информатики, там висит интерактивная доска, которая скоро будет ребятам также помогать получать новые знания. Поэтому, конечно, стараемся всеми силами помогать. Мы находимся в тесной связи с руководством школы-интерната. Если что-то нужно, директор знает, что белая радиокомпания всегда рядом и всегда готова помочь. Дауний помощник установы – Федерация профсоюзов Беларуси. Все лето янана была для школы-интерната микрофоны. Ладить мероприемство стало больше цикаво, просто и сручно. Зараз от Федерации презентовали интерактивную песочницу. Таких у Беларуси одинки. Сегодня мы все вместе можем, это нам по силам, каждого ребенка кружить заботой. И мы сегодня обязаны это сделать. И это делать не только перед Новым годом, а это делать на протяжении года. Потому что у детей есть много того, что они хотят или увидеть, или там, где им нужно помочь, их поддержать надо. И нам, взрослым, надо сегодня все делать для того, чтобы эта работа, эта забота о них была постоянной. Свои подарунки и сюрпризы привезли в этот день в Аулуковскую допоможную школу-интернат представники улады и многих организаций. В отказе они отримали ширые слова подяки и добрые детячие усмешки. И нехай акция «Наши дети» крушить по беларуской земле круглый год, как дарить тем, кто позбавлены семейной пяшоты, надея на выполнение всех добрых пожаданий. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района.